Дорогие друзья, всем привет! С вами Владислав Буря, специалист по выбору лечебных курортов и санаториев. Сегодня я хотел бы рассказать о том, как избежать проблем со здоровьем родителей, которых вы отправляете на курорт. Собственно, многие мои клиенты звонят мне, спрашивают, на какой бы курорт я бы порекомендовал отправить их родителей. И при планировании поездки пожилых людей на курорт, конечно, нужно учитывать несколько важных нюансов. Среди моих клиентов есть те, кто бронируют лечебные курорты для весьма пожилых родителей. И при принятии решения, на какой курорт отправить, они отталкиваются в первую очередь от информации в интернете, конечно же. Мой опыт говорит, что 95 примерно процентов всей информации о курортах искажено. То есть в первую очередь, потому что пишут о курортах люди, которые там никогда не были. Знаете, как бывает, кто-то написал красивую статью, выложил, а другие сайты начинают ее перепечатывать, не проверяя достоверность изложенной там информации. Чем чреват неправильный выбор курорта? Ну, минимум, неудобствами для ваших родителей. Но могут быть и более неприятные ситуации. У меня был случай, молодой человек из России по имени Андрей забронировал для своего пожилого отца путевку в Марианские лазни. Я не знаю, с какими заболеваниями поехал пожилой человек на курорт, но через неделю мне звонят с отеля и говорят, что он умер в своем номере. Его обнаружила горничная. Такие случаи в отелях встречаются крайне редко. Я оперативно отреагировал и помог организовать вывоз тела в Россию. Его сын сказал, что длительный перелет, потом поездка от аэропорта до отеля, несколько процедур в день, далее нагрузку на сердце, и оно, к сожалению, не выдержало. После этого случая я рекомендую тщательно планировать поездку родителей. Что нужно учитывать? Ну, во-первых, это дальность перелета. Если есть возможность лететь на курорт поближе, лучше так и сделать. Вот мне звонил один клиент, который спрашивал, куда лучше поехать на лечение почек. Во Фьюджи в Италию или в Марианские лазни в Чехию? А он как раз сердечник. Я посоветовал в Марианские лазни, потому что и лететь меньше, и там, в отличие от Фьюджи, сердце еще и углекислыми ваннами подлечить можно. Второй момент – это дальность трансфера от аэропорта до курорта. Традиционная ошибка – бронируют курорт, а потом ищут авиабилеты. Я советую делать это параллельно. У меня был клиент, который забронировал курорт Хайдуса Босла в Венгрии, авиабилет на Будапешт купить не смог и взял перелет до Вены. А ему от Вены до Будапешта нужно проехать 243 километра, а потом еще столько же до курорта. Даже по Чехии можно так накуролесить, что уже никакого отдыха не захочется. Иногда трансфер из аэропорта Праги до Карла Хвар делают через Марианские лазни. Это лишний крюк. Такие моменты нужно заранее предусмотреть. Третий момент – знать, как лечат на курорте. Обязательно нужно знать, какие природные ресурсы используются. Людям с заболеваниями сердца нежелательно ехать на термальные курорты, где используются горячие термальные источники и грязи. Даже если у ваших родителей проблемы с опорно-двигательным аппаратом, я бы не советовал ехать на такие курорты, как Абану Термы в Италии, Пештяны в Словакии, Теплицы в Чехии, если у них проблемы с сердцем одновременно. Отправьте их на радоновый курорт Ехимов в Чехию или в Бирштунас Друскененкай в Литву. Четвертый момент – нужно учитывать, сколько в лечебном пакете будет процедур. К примеру, в санаториях Друскененкая предлагают разные пакеты лечения от 3 до 6 процедур в день. Большое количество процедур может быть нагрузочным для организма. Если есть сомнения, лучше забронировать из санаторий без лечения, а многие санатории Европы так позволяют делать, а лечебную программу можно докупить на месте уже после консультации с врачом. И пятый нюанс – конечно, нужно желательно заранее знать, какой врачебный персонал в санатории. Не все европейские санатории имеют в штате нескольких врачей. Можно приехать в Марианские лазни лечить сердце, но в санатории будет не кардиолог, а врач общего профиля. Если вашим родителям нужен определенный врач, нужно внимательно изучить врачебный персонал санатория или проконсультироваться со знающим специалистом. Все эти нюансы учитывайте в комплексе и со здоровьем ваших родителей все будет хорошо. Если хотите узнать, на какой курорт лучше всего отправить своих родителей, то заходите на сайт bookspagotel.com, в раздел «Контакты», пишите на e-mail, звоните по указанным там телефонам, и мы окажем вам консультацию по выбору лечебного курорта и санатория. Здоровья вам и вашим родителям! Субтитры создавал DimaTorzok